Три человека пишут код, решают задачки, и это длится 5 часов, и им это в кайф. Они просыпаются, решают 5-часовой контест и дальше занимаются своими делами. Если человек освоил алгоритмы, то всё остальное он в целом освоит, значит, скорее всего, ему будет проще дорасти до синьёва. Привет, это «Русский диджитал», подкаст Дальневосточного федерального университета про учёбу и работу в IT. Меня зовут Алана Ванчикова. Сегодня у нас в гостях Тимофей Тимофеев, руководитель клуба спортивного программирования CodeWork. Тимофей, привет. Расскажи, что такое спортивное программирование. Привет, Алана. Это когда три человека пишут код, решают задачки, и это длится 5 часов, и им это в кайф. Расскажи, чем люди занимаются на спортивном программировании. На спорттроге решают задачки. То есть, мы готовимся к турниру, тренируемся, решаем задачки, решаем раунды на CodeForces, а потом участвуем в турнирах, также решаем задачки. Происходит тестовый тур, это когда мы проверяем, мы всё понимаем, как работает в тестирующей системе. На одной четвёртой ICPC, как правило, используется КЭС. Дальше идёт небольшой перерывчик и основной тур. Вот как так. На одной второй ICPC тестовый тур в один день, основной тур в другой день. Турниры бывают, на самом деле я вот упоминал командные турниры, обычно в команде 3 человека, и на решение задач даётся 5 часов. Бывают личные турниры, вот, например, раунды на CodeForces, они личные. На рукоде, который был в весной этого года, тоже турнир был личным. А как определяют победителя? Задачи у всех разные? Задачи у всех одинаковые, то есть, есть один турнир, на нём все задачи для всех одинаковые, все условия одинаковые. А как определяют победителя? Ты открываешь задачку, смотришь условия, читаешь его, придумаешь идею решения, пишешь код, дальше, там, отправляешь свой код на проверку, и твой код проверяется на тестах, и дальше ты получаешь какой-то вердикт. Либо, там, окей, ты все тесты решил, всё прошло, всё круто, задачка решена. Либо ты получаешь какой-то другой вердикт, это значит, что задачка незащитная. Ну, там, например, в wrong transfer неверный ответ, это значит, что ты, скорее всего, не учёл какой-то случай. Или, там, решил сохранить слишком большие числа. Ну, например. Как определяют победителя? А как определяется победитель? Вот, если ты решил задачку, ты решил задачку. Теперь у тебя в числе решённых задачек на одну задачку больше. Выше в табли... Да, такая глубокая мысль. У турнира есть таблица, где видно, кто выше, кто ниже. Чтобы быть выше в табличке, нужно, чтобы у тебя было больше решённых задачек. Все задачки весят одинаково, неважно, какую задачку ты решил, важно, что ты её решил. В табличке вышло тот, у кого больше задачек, а если у вас одинаковое количество задачек, то выше будет тот, у кого меньше штраф. То есть, когда ты отправил задачку на проверку, получил вердикт в wrong transfer, тебе там дается определенный штрафчик. Но штрафчик дается только в том случае, если ты потом эту задачку зальешь. Зальешь, и тебе прибавится штраф. Но у тебя и задачка прибавится. Ну, то есть, тот, кто решил больше задач с меньшим количеством попыток неправильных. Да, тот, кто решил больше задач, потратил на это меньше попыток, и еще важно, потратил меньше времени. То есть, я упомянул про то, что за ошибку тебе штраф начисляется, и еще штраф тебе начисляется, чем позже решишь задачу. Если ты решаешь задачу через минуту после начала, то тебе штраф один, допустим, дается. Если решишь через 200 минут после начала, тебе штраф 200 дается, условно. Ну, и, соответственно, штрафы за неправильные попытки и за время, которое прошло с начала турнира, они суммируются. То есть, тот, кто решил потратил меньше попыток, тот, кто решил быстрее, у того меньше штраф. Но штраф имеет значение только если у вас равное количество задач. То есть, лучше больше задач со штрафом, чем меньше задач, но без штрафа. А можешь привести пример какой-нибудь задачи? Пример задачи. Например, даются, подаются на вход три числа, и нужно понять, существует ли треугольник с такими сторонами. Ну, например, числа там 1, 10 и 20. Треугольник с такими сторонами не существует, потому что есть такой математический факт, он изучается на геометрии в седьмом классе, что каждая сторона треугольника должна быть меньше суммы длин двух других. Ну и, собственно, ты этот факт знаешь, а дальше нужно запрограммировать алгоритм, который будет определять, существует ли треугольник с такими сторонами или нет. Ну или, например, вот другой пример задачи. Задан лабиринт, где у нас каким-то символом обозначены стены этого лабиринта, а каким-то символами обозначены проходы. И нужно понять, из данной конкретной точки лабиринта лабиринта, можно выйти или нельзя. Это задача на БФС, поиск в ширину. А как ты стал участвовать в олимпиадах по информатике в спортроге? Ну, я участвовал в олимпиадах по информатике ещё в школе, но там больших успехов не было. Базово научился программировать после окончания девятого класса, перед десятым, когда поехал в Капаровскую заочную физико-математическую школу. Она проводилась здесь, в Приморье. Это математика, физика, информатика и море, солнце, пляж. Вот. Там меня чуть-чуть научили программировать на Паскале, потом я в десятом классе чуть попрограммировал, но больших успехов у меня не было. Всё, чем я могу похвастаться, это участие в муниципальном этапе в СОЖ по информатике. Ну, как бы, то есть, это новичок. А дальше ты, получается, поступил в ДВФУ и продолжил заниматься спортивным программированием? Да, я поступил. Я тогда ещё не знал, что Олимпиады по информатике в ВУЗе называются спортивным программированием. Мне очень повезло с преподавателем. Это был Игорь Блинов. Он был одним из участников ваших подкастов «Русский диджитал». Он тогда рассказывал про компьютерное зрение, насколько я помню. Вот. Он очень крутой спортивный программист. Есть такой сайт, называется CodeForces. Это самый известный, популярный, престижный сайт с чемпионатами по спортивному программированию. Так вот, если зайти на этот сайт, выбрать Владивосток, то Игорь Блинов будет на первом месте. Ничего себе. Он, кстати, сейчас работает в Дальневосточном центре искусственного интеллекта. Занимается задачей оптимизации работы морского порта. Очень важная и интересная задача. А почему тебе вообще интересно спортивное программирование? Почему интересно спортивное программирование? Мне нравится решать задачки. Просто прикольно, интересно. Мне в какой-то момент это очень сильно помогло. На первом курсе я сомневался о моё ли это вообще, когда поступил на прикладную математику и информатику, на бакалавриат, на свой первый курс. Это было в 2020 году. Мне спортпрога в этом плане очень сильно помогла. А вот другой вопрос. Зачем, в принципе, заниматься спортпрогой для студента, школьника? У школьника у него свои причины. Это поступить в ВУЗ без вступительных испытаний. Есть Всероссийская олимпиада школьников, есть перечневые олимпиады. Становишься призёром. В случае перечневой олимпиады подтверждаешь с помощью ЕГЭ по информатике и поступаешь в любой ВУЗ. Для студента участвуешь в ICPC, CodeWork Challenger, CODE, ну и тебя приглашают, зовут на стажировку. Например, вот Артём Завгороднев, в прошлом руководитель CodeWork, победитель 1.4 ICPC, сейчас работает в Т-банке, он занимается нейронками, и он, в принципе, попал туда, потому что он был одним из организаторов и создателей задач на CodeWork Challenge 2020-2024, да. И при этом ещё параллельно он участвовал в каком-то хакатоне, который был посвящён искусственному человеку. Два события шли одновременно. Одно на А3, другое на А4. И он и там, и там был, и там, и там были HR и Т-банка, и он как бы особо собеседование-то не проходил, его взяли, потому что, ну как бы тут ещё повлияло то, что он в Шаде учится, школа анализа данных от Яндекса, и его взяли почти без собеседования. А в Дуфу, получается, есть соревнования ICPC, CodeWork? А есть ещё какие-то именно в Дуфу? Ну смотри, есть вот ICPC, это большой мировой чемпионат по спортивному программированию, он проходит следующим образом, что есть 1,8, которая проходит дистанционно, и 1,8 – это отборочный этап на 1,4. И как бы ты можешь участвовать в 1,8 сколько угодно раз, пока тебе там позволяют правила участвовать. Если тебе повезло, и ты там решил нужное количество задачек, иногда это одна задачка достаточно решить, иногда там чуть больше нужно, всегда по-разному, зависит от того, насколько много студентов участвует, насколько там сложные задачки и так далее. Но в целом задачки решаемы, и даже если ты не особо много программировал до этого, одну задачку ты, может, и решишь. И, может, ты пройдёшь в 1,4, и это будет очень круто. После 1,8 идёт 1,4, и 1,4 происходит здесь очно в Дуфу, обычно это происходит на А4, так происходит с 2021 года, я в 2020-м поступил, тогда был ковид, всё было в дистанте, и 1,8, и 1,4, и я тогда решил пропустить год. А в 2021-м, когда я там уже был на втором курсе, ребята из АСАП вешали неоновые кубы над А4, и это было очень круто, классно, я там получил футболку, получил призы, и с командой мы заняли призовое место, после этого поехали на 1,2. 1,4 происходит, собираются лучшие команды со всего Дальнего Востока. После этого идёт 1,2 ACPC. Это когда команды, которые хорошо заняли в своих регионах, высокие места заняли, они проходят в 1,2, одна вторая, это Северная Евразия, Россия, Казахстан, Армения и Беларусь. Возможно, я кого-то забыл, если забыл, я извиняюсь. Я так понимаю, ACPC это самое крупное соревнование по спортпороге, а какие ещё есть? Помимо ACPC есть ещё Footwork Challenge, который первый раз проводился в 2020 году, и иногда есть отборочный этап, иногда нет отборочного этапа, ты его решаешь в дистанционном формате, если он есть, а дальше проходишь в очный этап. Вот если ACPC он весь проходит точно, кроме 1,8, то Codwork Challenge это в принципе сетевой турнир. То есть на ACPC приезжают ребята из Комсомольска, из Хабаровска, к нам сюда в Владивосток, с Камчатки, с Якутска, с других городов Дальнего Востока, то Codwork Challenge это сетевой турнир, и ребята пишут его на своих площадках, в своих городах. Там могут участвовать, если в ACPC участвуют только студенты, хотя в этом году вне конкурса могут участвовать и школьники, то в Codwork Challenge изначально подразумевается, что могут участвовать и студенты, и школьники. И этот турнир, он появился в 2020 году первый раз, как раз, когда появился Codwork. Его организовывали Саша Саранцев, Аня Распутная, Игорь Иванцов и Алексей Лепехов. Помимо Codwork Challenge есть еще Всероссийский фестиваль алгоритмического программирования и искусственного интеллекта RU-Code. Дэвуфу является площадкой RU-Code уже очень долгое время, как-то происходит, 5 дней интенсивов, иногда они очные, иногда они в онлайн формате, и после этого в воскресенье происходит чемпионат по спортпроге, это чемпионат всероссийского уровня. Ты руководитель студентской организации Codwork, расскажи про нее подробнее, чем вы занимаетесь? Мы занимаемся всем, что связано с алгоритмическим, спортивным, олимпиадным программированием, это все синонимы одно и то же. Мы проводим тренировки по спортивному программированию, совместно с МКТ организуем в КОТО, о котором я уже упоминал, ICPC помогаем организовывать, делаем Codwork Challenge, помогаем проводить сборы по спортивному программированию совместно с Институтом математики и компьютерных технологий. Это, короче, уже несколько раз приезжал Котов Владимир Михайлович, он профессор Белорусского государственного университета, и под его руководством команды этого вуза несколько раз уже становились приезжая мирового финала ICPC, то есть у них даже золото есть, вроде бы даже не один раз. Это мега-результат, поэтому очень полезные сборы, но эти сборы, они проходят только для сильнейших команд в вочном формате. Команды туда отбираются по результатам участия в Codework Challenge, ICPC, ну и сильных школьников мы тоже стараемся сразу привлекать даже до ICPC. Помимо этого, ребята из Codework составляли задачи для муниципального этапа Фестертической Олимпиады школьников по информатике, помогали организовывать региональный этап и также помогали проводить занятия Тихокеанской проектной школы. А еще что-нибудь можешь рассказать? В 2024 году, в марте, кажется, это было, ребята из Codework, Артем Свитин и Денис Королев, ездили в экспедицию, они проводили мастер-классы для студентов Амурского государственного университета, это проходило при поддержке ДНС, насколько я помню. Они тогда вестили космодром Восточный, им было классно, круто. Иногда бывает такое, что поступают запросы на программистов, которые разбираются в алгоритмах, например, когда есть какой-то проект, который требует ряда оптимизаций. большой проект, крупный, важный. А вот скажи, нужно ли разбираться в математике, чтобы участвовать вот в таких турнирах? Ну, участвовать можно вообще не зная ничего, но вопрос там, насколько это будет успешно. Для того, чтобы это было более успешно, нужно хорошо знать школьную математику, но даже если есть какие-то пробелы в знаниях, всё равно можно, и я бы даже сказал, нужно участвовать просто будет немножко сложнее. Большим плюсом будет, если есть какой-то опыт участия в олимпиадах по математике. Это может быть самый незначительный опыт, но он всё равно поможет. Плюс также советую не забывать про ту математику, которую преподают в УЗИ. Лейная алгебра и аналитическая геометрия зачастую используются в задачах турниров по спортивному программированию. Чем-то отличается обычная математика от олимпиадной? Это хороший тесно, у них есть различия, но обычно задачи олимпиадного уровня и в целом олимпиадные задачи, они таковы, что тебе нужно чуть больше подумать, чуть больше проверить гипотез, и в олимпиадах по математике есть задачи на геометрию, то тебе очень часто нужно будет делать какие-то дополнительные построения. А в обычном курсе школьной математики такое встречается нечасто. То есть на ИГ, в задачах, которые на планиметрию, там нужно делать дополнительные построения, но её решает Ант Кай, достаточно сложненькая. Её решает не так много людей, как раз потому, что она сложненькая. Вот. Но вообще некоторые задачи олимпиадной математики можно решить, используя только школьные знания. Как-то так. Просто иногда бывает, что из какого-то простого факта следует очень много всего, и вот это следствие нужно увидеть и в нужный момент применить. Точно так же и в задачах по олимпиадной информатике и спортивному программированию нужно просто заметить какой-то факт, из этого факта что-то следует, и дальше вот это следствие нужно применить. А вот насколько много времени это занимает, и вообще реально это с учёбой совмещать как-то? Пару лет назад я разговаривал с Александром Сергеевичем Клениным после 1.4 CPC, он мне рассказывал как там тренируются чемпионы мира по спортивному программированию, вот он сказал так, что они просыпаются, решают пятичасовой контест и дальше занимаются своими делами. Мало кто так может делать, но и чемпионов мира как бы немного. А по своему опыту что ты можешь сказать? По моему опыту мне было сложно совмещать регулярные какие-то тренировки с учёбой на бакалавриате, но как бы один раз в неделю контест можно порешать, ну или вот допустим во втором семестре я ходил на тренировки кудворка и они мне помимо того, что я прокачивался в спортивном программировании, это мне помогало ещё решать контест по алгоритмам и структурам данных. По моему тогда тренировки были ну раз или два в неделю, но это было лейтово, поэтому получалось совмещать. То есть раз-два в неделю по три часа в целом можно. Сейчас я поступил в магистратуру, времени для тренировок стало сильно больше. А что вообще эти соревнования могут дать нашим студентам? Ну смотри, когда ты приходишь на 1,4 CPC, тебе дают футболку, а ещё тебе дают еду иногда, если повезёт. если ты занимаешь призовое место, то тебе дают приз, а ещё тебе дают диплом призёра. И вот этот диплом призёра ты можешь использовать при подаче повышенную государственную академическую стипендию за учебные достижения, при подаче на стипендию губернатора Приморского края, при подаче на какую-нибудь ещё стипендию. Стипендий много. Я вот, например, получал стипендию Газпромбанка. Помимо стипендий и призов это помогает с трудоустройством. Вот Артём Завгороднев, которого я уже упоминал, попал на стажировку во многом благодаря Спортпроке. В целом Яндекс, ТБанк, они отбирают себе стажёров, разработчиков, давая им алгоритмические контесты. Эти компании как раз этим и известны, то есть они дают алгоритмические контесты бэкэндерам, когда человек трудоустраивается на машинное обучение, я такое слышал, в Яндексе на фронтендера и на мобильного разработчика. А для каких ещё IT-компаний значимы достижения в Спортпроке? В основном достижения в Спортпроке значимы для крупных IT-компаний. Я уже упоминал Яндекс, ТБанк, это из российских компаний, для международных компаний это также значимо. То есть зачем в принципе нужны Спортпрокеры? Спортпрокеры могут оптимизировать какие-то узкие места и оптимизация в принципе нужна только там, где есть какая-то большая нагрузка, много вычислений, когда нужно, чтобы там было всё максимально быстро. Обычно это происходит, когда там у тебя много данных, много пользователей, их не просто там много, а очень много. как правило, если это небольшая дальневосточная IT-компания, то я это не настолько значимо, насколько я понимаю. Ну вот, например, мне после соревнований по спортивному программированию в 21-м году после 1.4 CPC как раз было приглашение пройти отбор на стажировку в компанию, которая, по-моему, она занималась разработкой World of Tanks. После CodeWork Challenge 24-го года мне писал HR ТБанка с предложением пройти отбор на стажировку. А почему для них эти достижения важны? Потому что считается, что алгоритмы это одна из самых сложных частей в программировании. То есть, если человек освоил алгоритмы и он умеет решать алгоритмические задачки олимпиадной, олимпиадной, то со всем остальным он в целом справится и когда IT-компания берет человека на стажировку, берет, нанимает джуна, она рассчитывает и очень хочет, чтобы этот джун дальше развивался внутри этой компании и через некоторое время дорос до сеньора и дальше там обучал других джунов. Как бы, если человек освоил алгоритмы, то все остальное он в целом освоит, значит, скорее всего, ему будет проще дорасти до сеньора. Мне кажется, эти компании руководствуются примерно такой логикой. Вот, допустим, если я гуманитарий, стоит ли мне в этом участвовать? Мне кажется, что попробовать поучаствовать стоит всем, но вопрос, какой уровень твоих амбиций? То есть, если ты не хочешь стать программистом прям полностью, чтобы там уйти от своей гуманитарной специальности в сфере программирования, я не вижу тебе смыслом становиться чемпионом мира. Но какие-то там базово научиться программировать и там просто идти порешать задачки и покайфовать, почему бы и нет? А зачем это нужно? Ну, в целом программирование используется много где и как бы вот мы говорим спортивное программирование, для кого-то спортивное программирование это очень сложно все и так далее, но вот задачка, про которую мы говорили, про существует ли треугольник с тремя сторонами, у которых длина А, В и С, она как бы в программировании вообще несложная, но это тоже в каком-то смысле спортивное программирование. И вот используется буквально конструкция if-else и больше ничего. Ну, нужно знать теорему о том, что неравенство треугольника. Ну, то есть для какого-то общего развития можно попробовать? Да, да, да. Ну, вот, например, там, биологам, если они хотят в будущем стать биоинформатиками, я советую чуть научиться программировать. Ну, все равно, какие-то знания в программировании нужны? Да. Ну, то есть экономистам, например, если они хотят как-то использовать машинное обучение или там какие-то тот же язык R или Python, библиотеки какие-то, анализ данных машинное обучение, как бы, было бы неплохо научиться программировать. Какие навыки в тебе развила спортпрога? Как правило, спортпрогеры совершают меньше ошибок, когда пишут код. Это первое. Почему это важно? Потому что ошибка может быть незаметна сразу, но потом она может привести к каким-то критическим последствиям, которые там очень дорого обойдутся компанией. Так вот, спортпроагеры, как правило, рассматривают крайние случаи очень хорошо. Это первое. Второе. Умение оптимизировать там, где надо. Например, определенную задачу можно решить за линейную симптотику, пройти массив за линию, но для этого нужно знать о том, что существуют, например, два указателя, метод двух указателей и грамотно его применить. А человек, который об этом не знает, он сделает это за квадрат, за квадратичную симптотику и когда у тебя будет очень большой массив, а нужно, чтобы он был обработан быстро, он не обработается быстро, если будет квадратичная симптотика. Меньше ошибок совершают, рассматривают крайние случаи и оптимизируют там, где надо. Ну, как бы еще считается, что спортпроагеры более стрессоустойчивы и способны хорошо быстро выполнять работу. Ну, потому что человек пять часов занимается интеллектуальной деятельностью, очень сложной, без остановки, фактически, как шахматист, например, они долго играют свою партию, занимаются интеллектуальной деятельностью, долго думают. Вот спортпроага такой же спорт и, кстати, в 22-м году спортивное программирование было признано официальным видом спорта. Насколько я знаю, ты сам студент, но при этом преподаешь. Скажи, в чем твой интерес? Когда-то Игорь Блинов мне преподавал, он заразил меня этой идеей спортпроаги, Саша Суранцев мне преподавал и мне очень нравилось. И я сам решил попробовать через буквально полгода после того, как посетил тренировки, я там сам принял участие в их организации и мне понравилось. Так и продолжаю. И ты решил тоже делиться своим опытом? Да, я решил помогать. Почему, в принципе, подворк появился? Его целью было помогать студентам освоить одну из сложнейших дисциплин, с которыми встречаются айтишники. Таким дисциплинам я бы отнес алгоритмы, матанализ и дифуры. Мы решили помогать с алгоритмами. Спортпроага. Это сложно? И да, и нет. Есть задачи, которые очень сложные, есть задачи достаточно простые, которые может решить почти каждый. Я советую участвовать и пробовать себя всем, кто поступил в Институт математики и компьютерной технологии и не только в Институт математики и компьютерной технологии. То есть, даже если вы учитесь не на айтишника, но вам просто интересно участвовать. Тимофей, спасибо, что пришел, было очень интересно. Спасибо, Аван. Приходите, участвуйте все в ICPC, CodeWork Challenge, анонс будет в описании. Это был подкаст «Русский диджитал». Добавляй его к себе, чтобы не пропустить новые выпуски. Переходи в описание, чтобы поучаствовать в розыгрыше. Выпуск подготовили Ванечка Валана и Рыбьевский Павел.